Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алис Киндер Тойз. Сегодня у нас новогодний мега выпуск сюрпризов. Поздравляю всех с наступающим 2024 годом, а опоздавшим с уже наступившим. Желаю вам всегда быть позитивными, здоровыми, богатыми и счастливыми. Пусть год дракона нас ждут только отличные сюрпризы с классными игрушками. Наливайте чаёк-кофеёк с вкусняшками, усаживайтесь поудобнее, начинаем новогоднюю распаковку. С новогоднего киндер сюрприза! Все в этой коллекции 12 игрушек. Я в этом году так и не успел её собрать. Радостный пингвинёнок решил на Новый год побыть оленем. И за это получил большой красный барабан. Сидит сверху в каждой лапе по барабанной палочке и барабанит. Довольный! А вы какой бы подарок хотели получить на Новый год? Напишите в комментариях. В комплекте с игрушкой идут рождественские наклейки, свечи, венок, ёлочные игрушки, подарок и астралист. От пингвинов перейдём к динозаврам. Дино-сити! В каждом пагетике динофигурка. Фигурка есть, вкладыш отсутствует. Но всего их 9. Вот они все. Шестилетний динозаврик по имени Рики. Он любит повеселиться и поиграть. В этот раз он раздобыл где-то пиратскую шляпу и водяной пистолет. Скорее всего играет в космических пиратов. Динозаврик выглядит прикольно. Особенно нравятся большие глаза и удивлённый взгляд. Шоколадный шар Чупа-Чупс, фиксики. Большая коллекция из 12 игрушек. Девочка-фиксик, которую назвали в честь известной сети торговых центров. Мега. Но это не точно. Сейчас, скорее всего, в Меге не протолкнуться. Все закупаются к Новому году. Вот и Мега думает, сходить ли тоже туда закупиться. Фиксиков-то много, всем подарки надо. У неё прикольная пышная прическа, похожая на кристаллы. На груди знак фиксиков. Ты дышь! Светбокс Мимимишки. Мармелад и игрушка. Коллекция целых 10 фигурок. Ципа. Безмолвный цыплёнок, домашний питомец Кеши, всегда с радостью выступает первоиспытателем всех изобретений Кеши. Ципа не простой цыплёнок, а кубический. Такую породу вы редко встретите. Ещё он отличается мощными крыльями. Это ему помогает стоять на хоккее на воротах и отбивать все шайбы. Интересно, на затылке у него хохолок или хвостик? Как вы думаете? Самое классное, что фигурка бархатная. А вот глазик слегка постёрся. Коллекция-то не новая. Давно коробочка лежала. Шоколадное яйцо Мега Сикрет, символы года. Прошлогодняя коллекция от сладкой сказки, но она актуальна каждый год. Хоть бы дракон попался. Нет, не в этот раз. Всё в коллекции 12 игрушек. Тигр. Золотистый тигр. Такой же разный, как его полоски на шкуре. Он очень активный, но любит и полениться. Размышляя обо всём мире. Смелый, но и в драку первый не полезен. А он всё стоит, свой хвост накручивает. Неоднократно уже мне попадался. Лучше бы себе полосок дорисовал. А то их как-то маловато. Не совсем по-тигринному. Котики Мофу Сент. Эти сюрпризы полюбились мне в этом году. Люблю я котиков. Вот бы когда-нибудь вышла новая серия Лос Китис. Помните такие сюрпризы? Это что за чудо-зверь? Это котик в костюмы рыбы-пилы. Вот такие маскарады они устраивают. Судя по вздушившемуся пузику, котик так неплохо покушал. Лежит на спинке, отдыхает. Прикольные розовые лапки у него. Глазки голубенькие. А кстати, вот эта пила рыбе нужна, чтобы песок разрывать и доставать оттуда ништяки. А так она совсем не опасная. Котик бы точно скушал. Пакетик миксики из ленты. Было бы неплохо снеговика найти. Странноватая, на мой взгляд, коллекция. Может попасться либо фигурка, либо одежда к ней. Нельзя ли цельную было положить? Вот такой лысый дядька с подозрительным взглядом. Если найти к нему аксессуары, то он будет бамбусиком. И превратится в панду. Где-то у меня одежка к нему есть. Здорово, что мне попался. Хэппи-бокс Медвежата. Кладыш положили. Это хорошо. Всего в коллекции 9 медвежат. Тресси, Стивен, Лили, Ариша, Брюс, Тедди, Аманда, Эшли и Мартин. Помимо фигурки, в комплекте пакетик с леденцами. Вы только посмотрите, какая прелесть. Зовут этого медвежонка Тресси. Но мне кажется, все-таки это мальчик. И он несет большое сердечко своей медведице в подарок. Медвежонок бархатный. А также плюшевый. У него и заплатка на лбу имеется. И пузико ему подшили. Старенькая игрушка. По качеству все сделано великолепно. Шоколадное яйцо с сюрпризом. Ну и мне кажется, внутри должен быть дракончик. Не зря же его нарисовали. Да. Как бы это распаковать. 2D лев. Что-то его расплющило. Злобный, естественно. Меня бы таким сделали, я бы тоже был недоволен. А при чем тут драконы, спросите вы? А я и не знаю. На мой взгляд, такие сюрпризы – это издевательство над покупателями. После такого сюрприза хочется открыть что-нибудь классное. А давайте-ка откроем шарик Зуру Мега Гросс Минис. Там точно классные игрушки. Правда, они еще и довольно ужасные на любителя. Но мне такие сюрпризы нравятся. Сделаны, как говорится, с фантазией. Ох уж эти слои упаковки. А внутри нас ждет мусорный пакет. К нему еще вернемся. Посмотрим, что же еще тут есть. Наклеечка Unhappy Meal. Несчастливый мил. Прикольно. Также есть пакетик со слаймом. Ой, смайлику поплохело. Давайте достанем, посмотрим. Главное, чтобы вам не поплохело после этого сюрприза. Слайм похож на слизь. В начале посмотрим на вкладыш. В коллекции Зуру Мега Гросс Минис попадаются тухлые, жуткие, омерзительные вещи и продукты. В общем, все, что вы можете найти на ближайшей мусорной свалке. Но сделано это весело и качественно. А это самое главное для миниатюр. Естественно, такое должно храниться только в мусорном мешке. Где же еще? Три пакетика. Ух ты, четыре. А в четвертом что? А, вспомнил. Добавляют лупу, так как на миниатюрах есть маленькие надписи. И при помощи этой лупы все легко можно разглядеть. Вы только посмотрите, какая красота. По пакетику бегают различные муравьи, тараканы, ползают червяки, оторванные глаза и конечности. Ну и всякое другое. Картошечку фри из Макмагатса не хотите? Только вот в ней кто-то завелся. Жирные червяки. С такими можно сразу на рыбалку идти. Помимо червяков, тут еще и слизь какая-то начала выделяться. Наверное, соус к картошечке. Приятного аппетита. И посмотрите, какого качества эта миниатюра. Есть даже состав, описание. При помощи лупы это все можно рассматривать и рассчитывать. О, какой червяк. Что еще нам положили? Какая-то конфетка или шоколадка. Это Офало. Наподобие Орео печеньки. Только вот печеньки какие-то непростые. А судя по всему, сделаны они из мозга. И в них также ползают червяки. Ух ты! Смотрите, червячки-то как настоящие. Круто! Правда, немного омерзительно. Я бы такую печеньку точно не хотел попробовать. Что у нас ждет в последнем пакетике? Страшно представить. Ставканчик. Это у нас какая-то китайская лапша. Throw up nudis. Пакт виспук. Даже не хочу переводить это. Судя по смайлику, очень невкусно. После употребления можно познакомиться с унитазом. Ну и тут, естественно, тоже червячки. Вот они, шевелятся. Еще непонятная слизь какая-то. Тут плесень завелась. Вилочка тоже гнется. Соус добавили, чтобы повкуснее было. В общем, в этот раз не сплошные червяки попались. Полноценный обед. Картошечка, лапшичка и сладенькая. А лапшичка-то оказалась непростая, а судя по вкладышу, супер редкая. Повезло мне сегодня. Шоколадный шар Чупа-Чупс. Дружный зоопарк. Игрушка разборная. И судя по всему, попалось то, что надо. Кажем, в шарике есть инструкция по сборке. А всего в коллекции 16 животных. Новогодняя распаковка никак не могла обойтись без зеленого дракона. Надеюсь, следующий год будет вот таким же милым и красивым. Это коллекция игрушек-ластиков. Правда, такую красоту стирать не хочется. Пакетик тачки 2. Только вот от тачек остались одни колеса. Серия большая. Колеса на любой вкус и цвет. Есть редкие, есть светящиеся, есть обычные. При помощи них можно устраивать различные игры. Катать, пулять и так далее. Вот такие колесики в этой коллекции. Куда их крепить, непонятно. Колеса, кстати, сделаны прикольно. Они каучуковые. От этого хорошо прыгают и скачут. Так же и катаются. Тачка по имени Рамон. На мой взгляд, уж сильно заниженная. Хотя выглядит вполне себе стильно и круто. Это колесо не простое. Оно в этой коллекции супер редкое. Так как блестит. Как мармеладка. Попробуем ее шлепнуть. Скачет хорошо. Главное, чтобы она все сюрпризы мне не раскидала. У каждого колеса есть характеристики отскок и скорость. Рамон. Спаркис. Супер редкое. Только вот на одном колесе далеко не уедешь. Киндер сюрприз Apple Aido. Плотненько. Сборка Apple Aido. Попасться может что угодно. Медвежонок-спелеолог. Любит лазить и исследовать пещеры. За спиной у него рюкзак со снаряжением. Без этого никак. А внизу игрушки есть карандашик. Прудинный путь отмечать удобно. Медвежонок еще может маленько выскакивать из пещерки. Но не слишком высоко. А то еще выпадет. Свитбокс Буба. В коллекции 8 прикольных фигурок. Буба-пришелец. Забавный инопланетянин с далекой планеты. С которой веселый Буба знакомится в космическом путешествии. Не забываем ставить новогодние лайки. Как это делают инопланетные Буба. Его кстати можно использовать вместо новогодней елки. У него даже специальные антенки есть. Сюда шарики повешаем. А сюда звезду. Буба еще и бархатный. Ну прям как настоящая елочка. Хоть мы с вами уже и нашли одного дракона. Предлагаю раздобыть еще парочку. Давайте откроем интересный домик от Чупа-Чупса. Внутри два шарика. Кажем шарики по дракончику. Аккуратно откроем, чтобы не разбудить дракона. Новогодняя коллекция от Чупа-Чупса. Девять разных дракончиков. Прикольный водный дракончик по имени Аквамарин. Игрушка сделана из плотной резины. Дракончик тоже отмечает Новый год. Прицепил себе украшение из Астралиста. А во втором самый маленький дракончик. Зовут его Дракуся. Только-только вылупился. Выглядит классным. Смотри-ка, милая мордочка с большими глазками. Пройдет время и Дракуся вырастет в большого дракона. Будет вот таким. Хотя этот тоже похож больше на подростка. Теперь драконов у нас точно достаточно. Поэтому перейдем к котикам. Хэппи-бокс Пушин. Три больших леденца. И коллекция из шести игрушек. Так как кошка Пушин любит вкусно покушать. Приходится много времени проводить на кухне. И еще бы такую массу прокормить. Посмотри-ка она огромная. Чемпионка среди кошек. Полосатых. Хвостик у него маленький. Ну, хвост не наешь. Только тело. Поэтому лапки и хвост маленькие. Все остальное огромное. И ест она в этот раз мороженку. Вкусненькое, наверное. Смотри, как прилепилось. Не оторвешь. Новогоднее пластиковое яйцо от конфетрейда. Что у нас тут? Три конфетки. Ох и много у меня сладкого будет после этого выпуска. Собери коллекцию праздничных брелоков. Всего их шесть. Снеговик, пингвин, носок, Санта-Клаус, олененок и елочка. Какой же Новый Год без этого персонажа? Дед Мороз. Правда, бороду куда-то делал. Скорее всего, из-за отсутствия бороды он и посинел от холода. Надеюсь, у нас в Новый Год будет теплая погода. Игрушка односторонняя, сделанная из резины. Можно куда-нибудь прицепить. Да даже на новогоднюю елку повесить. Как раз сюда елочная лапа залезет. Киндер сюрприз Макси Пингвины. В этой коллекции 5 прикольных пингвинят. Пингвины, в отличие от нас, могут ходить на пляж круглый год. Им никогда не холодно и всегда весело. Вот и этот пингвиненок, скорее всего, будет встречать Новый Год на пляже. А почему бы нет? Коврик он с собой взял, сумку с вкусняшками тоже, мандаринки там всякие, оливьешка и так далее. А в другой лапе у него зонтик с буром. Ведь в лед просто так не воткнешься. Сначала надо пробуриться. Идет он по льдинке и слегка покачивается. У льдинки есть колесики. Если мы катим игрушку, у нас получается пингвинячья походка. Пластиковое яйцо Road Racing Технопарк с гоночными машинами. Вкладыша нет, сколько всего машинок мы не знаем. Гоночная тачка с тонированными стеклами и хромированными дисками. Выглядит неплохо, но мы с вами встречали машинки покруче в пластиковых яйцах. Называется она Classic X. Выступает под номером 06. Машинка сделана из пластика. Металлических элементов нет. Прокатимся по-быстрому. Главное пешеходов не сбить. Вон их сколько много. Машинка катается плавно и шустро. Но заодно и пингвина проверим. Шлепает, переваливаясь. Теперь давайте откроем яйцо динозавра. Зуру Смэшерс Гина Айсландс. С зубастым динозавром на обложке. Один даже из яйца поглядывает. Яйцо классное. С кровировочкой. Уже треснуло. Так что его будет открыть очень просто. А внутри у нас пакетики и вкладыш. Вкладыши и начнем. В этой серии Гина Айсландс всего шесть динозавров. Три Церратопс, Раптор, Тирекс, Мазазаур, Стегозаурус и Церезинозаурус. Как-то так. Сложное название. И это не просто динозавры, а скелеты. Наклейка с головой динозавра. Язык себе прикусил что ли? Поэтому такой недовольный. Ух ты! А помимо скелета, в этом яйце попадаются вот такие маленькие резиновые игрушки. Это рождественский олень с золотыми рогами. Что-то вынюхивает. Прям как ищейка. Санта Клауса потерял. А чтобы достать скелет динозавра, нужно слегка покопаться в слайме. Давайте откроем пакетик. По-моему в шарике Зура был точно такой же. Внутри части динозавра. Нужно это все достать и его собрать. Но перед этим хорошо отмыть. Залипательная желешка. Слайм я победил. Все закончилось удачно. И теперь у меня есть вот такой шикарный скелет динозавра. Это терезинозаур. Вы только посмотрите, какие у него огромные когти. Что на передних лапах, что на задних. Его жертвам точно не поздоровится. А вот голова малюсенькая. Это натуральный хищник с такими-то когтями. Киндер Джой фанка. Фанка не простая, а музыкальная. Целая группа. Помимо обычных фигурок попадаются допы. Игрушки в стиле фанка. Маленькое тело, большая голова. В этот раз мне попался барабанщик. У него целых три барабана. А вот палочки отсутствуют. Как он барабанить будет? Шикарная у него бейсболка. Кстати, можно устроить барабанный батл. Между фанка и пингвином. Как думаете, кто победит? Я за пингвина. Смотрите, какой он целеустремленный. У фигурки есть сквозное отверстие. Можно прицепить веревочку и повесить на елку. Куда же еще в это время? Свитбокс Умка. Коллекция игрушек по новому мультсериалу Умка. У нас тут есть Ильма, Умка, Тайки, Шаман, еще один Умка, третий Умка и Мама. Умка воспринимает мир как зверь, а не как человек. Обувь или лыжи может называть ногами, а шапку второй головой. Похоже, попалась самая классная фигурка в этой коллекции. Умка в шапке-ушанке. Довольный сидит. Игрушка бархатная, по качеству все великолепно. Наверное, лучшая коллекция Свитбокса в этом году. Да и отлично подходит к Новому году. Коллекция Hello Kitty. Китти в розовом платье с сумочкой. Китти спортсменка, гантельки тягает. И Китти с пончиком. Позанималась спортом, надо съесть пончик. Чтоб калории восстановить. А мне попалась Китти с огромным фиолетовым ключом. Интересно, для чего и такой огромный ключ? Что же им открывать? Сейф, где разные вкусняшки лежат? Или еще что-то подобное? Вряд ли этот ключ от домика. Неудобно же с собой постоянно носить. Как всегда у Китти на одном ушке красный бантик. Чтобы ее не перепутали с другой белой кошкой. Фигурка чуть-чуть приплюснутая. Сюрпризов остается все меньше и меньше. Чтобы такое открыть. А давайте-ка вот эту снежную капсулу. Вернее не снежную, а ледяную. Disney Frozen Snow Call Revel. Цена у него, конечно, кусача. 1800 рублей. Но чего не сделаешь ради новогоднего выпуска. Внутри обещают 6 сюрпризов. Какая красота! Особенный цвет нравится этой баночке. В ней потом можно хранить какие-нибудь ништяки. У баночки даже крючок есть. Можно такой сюрприз купить и повесить на елку в качестве подарка. Или просто украшения. Откручиваем крышку. Внутри различные пакетики. Прямо как лол. А где бы вкладыш раздобыть? Судя по инструкции, нам надо найти фигурку. Поместить в эту колбу. Тут какой-то пакетик странный. Налить туда воды. Потрясти и что-то произойдет. Интересно. Давайте открывать пакетики. Фигурка Олафа. Куда это он лапки тянет? Пуговички на месте. Нос присутствует. Что же его так вывернуло? Может он на мостик хочет встать? Или сальто делает? Скорее всего он просто лежит на животе. Я-то подумал в гимнасты записался. Но от Олафа другого ожидать и не следовало. Морковка слегка загнутая. Прикольно. А это у нас платье для нашей фигурки. Попадется либо Анна, либо Эльза, скорее всего. Резиновое. Не, ну точно кукла Лол. Колечко с бриллиантом. Совсем не блестит. Поленились. Пучок морковки. Это для Олафа. И сумочка. Кстати, украшение с банки съемное. Это гребешок. Можно украсить свою новогоднюю прическу. Ледяная корона. Осталось заглянуть в последний пакетик. Вы только посмотрите. Фигурка вся покрыта металлической краской. Вот теперь понятно, зачем нам вода. Чтобы она стала цветной. Приступаем к самому интересному. Наливаем воды. Нужного до этого уровня. Маловато воды налил. А, не, она испаряется. Интересно. И трясем 45 секунд. Готово. Посмотрите, что внутри колбы. Настоящий снег. И фигурка у нас почистилась. Ну, как почистилась? Почти. Ее нужно теперь отмыть под струей воды. И потом я вам ее покажу. Снежок мягенький. Но совсем не холодный. Наконец-то я полностью расколдовал Анну. А то ее, похоже, Эльза заморозила. Так фигурка выглядит получше. Лицо покрашено отлично. Правда, от платья у него какое-то непраздничное. Черного цвета. Но зато с узорчиками. Сапожки под цвет платья. Тоже с узорами. Качество у фигурки отличное. Голова подвижная. Может кивать головой. Также стоит отметить прикольную прическу. Осталось Анну одеть. С накидкой и сумкой фигурка стала более яркой. Мне так больше нравится. Единственное, непонятно. Куда морковку цепляет? Вроде бы крепление присутствует. Вкладыш отсутствует. Пояснительный. Отдам её Олафу. А то он уже ручки тянет. Пластиковое яйцо. Фрутал 100. Щенячий патруль. Мармеладик. Вкладыш. Собери всю коллекцию игрушек с Крептопиков. Крепыш, Рокки, Зума, Гончик, Маршал и Скай. Для такого большого яйца вот такая игрушка. Скриптопик с головой Крепыша. Как всегда в каске с эмблемой щенячего патруля. Довольный бульдог. Или нет, какой он бульдог? Он же по-моему боксёр, если я не ошибаюсь. Скрипыши никому покоя не дают. Вот и придумали скриптопики. У меня такое чувство, что этот гигантский киндер скоро упадёт и устроит тут настоящее землетрясение. Надо аккуратненько сюрпризики брать. Банка с утиными историями. Опа! Вовремя поймал. Я был подготовлен. Итак, на чём я остановился? Банка с утиными историями. В коллекции у нас Билли-Вилли-Дилли, Поночка, Скруч Макдак, Чёрный Плащ почему-то записался, Дональд Дак, Зигзаг Макряк, ну и как всегда забываю, как её зовут. Хотя мне уже кто-то писал. Хотел бы от Дональд Дака или Круча найти. Паковку до конца открывать не обязательно. Фигурка сама вылетает. Опять утёнок попался. Не везёт мне в этих банках. Утята похожи друг на друга, как и полагается близнецам. Но по синей футболке можно легко определить, что это Вилли. А вот бейсболку где-то он потерял. Голова утёнка просто гигантская. Голоза ещё больше. Вот бы посмотреть на Дональд Дак из этой коллекции. Но это мои мечты. Хотя вполне возможно в следующем году всё сбудется. Стоит отметить прикольную баночку в виде стопки монет. Это не просто баночка, а копилка. Купили такой сюрприз, и у вас есть и фигурка, и копилка. Круто. Что у нас тут ещё завалялось? Китсбокс Дрэгон Лэнд. Дракончиков мало не бывает. Ну и вкладыш. Насадки на карандаш. С прикольными дракошками. Забавный дракончик чему-то удивился. Расцветки похож на авокадо. А голова как кактус. Игрушка сделана из резины. Насаживаем на карандаш и радуемся. Ждём следующего года. Уж лучше бы в китбоксах фигурки сделали. Такого у нас уже полно. А у меня осталось всего лишь два сюрприза. Сейчас давайте откроем Шарик Лол. Мини Винтер Фэмили. Зимняя семейка. Вторая серия. Я такие ещё не открывал. С первым слоем разобрались. Подсказки отсутствуют. Шарик открывается как шкатулочка. Тут пару пакетиков. И инструкция. Это похоже на чью-то комнату. Тут и диванчик. И окошко на улице зима. Полочки со всякими ништяками. Кто же тут живёт? Находим вкладыш. Пару свёрточков. Колечко и ножки для шарика. А тут ещё какая-то горка присутствует. Всего этой коллекции 6 семей. В каждой семье есть старшая сестрёнка, младшая и питомец. Меня вот это привлекает со Сноу Бани. И вот это с Кристал Бани. Но вы сами знаете почему. Помимо полноценной семьи, из трёх персонажей, есть мини из двух. Тут тоже есть зайчики. Маленькие в свёрточках подставки. Фигурки маленькие, сами по себе стоять не могут. Кстати, из шарика можно собрать вот такой двухэтажный дом. С горкой и бассейном. Чтобы тут семейка резвилась и отдыхала. Всего вариантов шаров 4. Какие красивые пакетики с заснеженными горами. И первый мне попался маленький долматинчик. Смотрите какой красивый. С очень большой головой и шикарной причесочкой. Глазки чёрные под цвет прически. Главное их с пятнышками не перепутать. Вот здесь таких пятнышек маловато. Краска закончилась. Интересно, их вручную раскрашивают? Голова вращается. А не та ли эта злюка из 101 долматинца? Как вы думаете? Прическа, по крайней мере, у неё такая же. Забыл, как её зовут. Платье у неё сделано под цвет долматинца. Чтобы были друг на друга похожи. Правда, собака огромная по сравнению с куклой. Да, причесочка у куклы шикарная. И кто же у нас в третьем пакетике? Похоже, та была младшей сестрёнкой. А вот и старшая. У неё тоже стильное платье. А прическа ещё больше. И она двухцветная. Как у Харли Квинн. И хвостики присутствуют. Также у куклы есть мощные наушники. Чтобы слушать любимую музыку. Это не редкая семейка, а вполне себе обычная. Доли, доллфейс и долматинец. Семейку долматинцев можно рассадить по домику. Кто-то в бассейне уже купается, кто-то в комнате сидит. А собачка хочет с горки съехать. Как вам такие зимние семейки от Лол? Напишите в комментариях. Гигантская вишенка на нашей новогодней распаковке. Киндер сюрприз, мега гига супер макси, леди баг и супер кот. Вот, тяжёленький. 220 грамм шоколада. Какой красавец. Капсула тоже гигантская. Начнём с вкладыша. На вкладыше изображена всего лишь одна леди баг. А где супер кот? Неужели в таких киндерах только одна леди баг? Инструкция по сборке присутствует. Посмотрим, что у меня из этого всего получится. Очень много всяких крышечек. И наклейки. Вот такая фигурка у меня получилась. Леди баг присела на какой-то сундук, обклеенный наклейками. Кропинку. Давайте разглядим леди баг получше. Костюмчик у неё неплохой. Похож на змеиную кожу. Я бы даже сказал не змеиную, а коровью. Всё-таки она божья коровка. Маска на лице присутствует. Покрашена всё неплохо. Игрушка сделана из плотной резины. Голову можно вращать. А что же это за сундук такой? Не знаю, тут какие-то письмена странные. Крышка у него открывается. И сюда можно положить маленькие драгоценности. Также у него есть выдвижной элемент. Сюда что-то положили. Сверху наложили. В общем, вместительная штука. Но в качестве игрушки так себе. От такого гигантского киндера я ожидал чего-то больше. Чем просто сидящая и грустящая люди баг. Вот такие классные игрушки мне попались в новогоднем мегавыпуске сюрпризов. Больше всего мне понравились котопила, мишка с сердечком, умка в шапке, олов с морковками и тухлый не хэппи мил от Зуру. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Ещё раз поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Увидимся в следующем году в новых классных распаковках. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки, пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку. Со сладостями их сегодня очень много.